Привет всем! Вчера на канале вышел ролик про недвижимость в Болгарии. Как один хитрый бизнесмен обрушил рынок, он решил продавать свои постройки по цене в 2 раза ниже принятой до него цены. Я рассказал в ролике, что из этого вышло, как он прогорел с этим своим начинанием и появились вопросы. Я решил ответить на вопросы в таком формате видео, плюс скажу пару слов про те ролики, которые предстоят на новом канале. Итак, давайте. Первый вопрос, когда это было. Это было, возьмем 2009 год, плюс-минус. Вот те годы. Во-вторых, вопрос у нас, почему упала цена дорогих объектов. Дорогих, качественных объектов, например, как связан объект на первой линии с видом на море, у пляжа, с тем никчемным объектом за километры от моря. Почему вот эти низкие цены где-то вдалеке от моря в итоге привели к падению цен и на первой, на второй линиях? Тут все очень просто. Значит, давайте последовательно, как вот это домино, это называется эффект домино, вот как это домино падало. Сначала снизились цены у тех, кто до этого продавал самую дешевую недвижимость. Те, кто находились далеко от моря. Ну, имели какие-то, в общем-то, вполне адекватные проекты и цена была 750-800 евро квадратный метр. И вот, когда вот этот товарищ хитрый выставил свои объекты по цене 450, возникла огромная разница. Согласитесь, между 450 и даже 750, тем более 800, это почти в два раза. А человек-покупатель, например, вот живет в России за тысячу километров от Болгарии, понятия в Болгарии вообще не имеет. Он видит картинку интернет-сайт, на одной картинке вот дом, вот тебе окна, вот тебе бассейн, вот тебе деревья, клумбы. И на другой картинке видит абсолютно то же самое, ну, только цвет домиков другой. А при этом тут пишется 450, а там пишется 800. Естественно, человек, ну, он, выбор его очевиден, ясен, понятен. То есть, ему никто, он мое видео не смотрел, он не знает, ему никто не объяснил про то, что это могут быть совсем разные продукты. Вот когда этот человек приезжает в Болгарию, он видит, ну, да, тут объект, ему никто, вот нюансы про, так сказать, про болото, про, ну, про качество строительства, которое вот так не очевидно. Надо немножко пожить, ощутить, надо внутрь залезть. А вот, а так, внешне, ну, да, стоит и стоит, вот тебе бассейн, вот тебе дом. И человек видит, да, я нахожусь очень далеко от моря, но мне идти 20 минут. А что такое 20 минут? Я живу в Сибири, моря никакого там в помине нет, что мне дойти 20 минут до теплого моря? А цена 450, а вот там цена 800, там до моря будет не 20 минут, а 15. И что, я ради пяти минут буду два раза переплачивать? Да нет, конечно. Потом происходит элементарный эффект. То есть, у человека нет понимания, за что именно он должен так много переплачивать, в его понимании переплачивать. То есть, он не знает, что это некачественно, что это место ему очень-очень, так сказать, потом аукнется на его отдыхе комарьем и прочим. Что дорога, чтобы перейти через эту дорогу, придется еще там 800 метров в одну сторону идти до перехода, а просто через дорогу не перебежишь. Ну, нюансов будет еще много, но человек про них не знает. Он видит, да, вот дом, его на машине привезли, показали, агентство недвижимости. Потом привезло на другой комплекс, показал и говорит, да, вот они, вот он пешком не ходит, он не знает ничего этого. Он видит, да, вот тут дом, ну, до моря подальше, вот тут до моря поближе, но разница гигантская. Понимаете? И многие даже не пойдут смотреть другой объект. Просто для них вот этой разницы по цене будет достаточно. И поэтому те, кто продавали по 750-800, они очень быстро ощутили отток клиентов и были вынуждены снизить цену. Вот когда у тебя разница между 450 и 600, вот это уже есть над чем подумать. Это уже не двухкратно, это уже, ну, некоторые проценты. И там действительно уже, ну, вступает некоторое. Потом активнее начинает продавец объяснять, что к чему. Появляются какие-то, появляются отзывы и постепенно, постепенно происходит переток. Но без снижения цены, вот если оставить 750-800, все, эта продажа остановится. А потом идет эффект домино. То есть, потом те, кто продает по 1000-1500, ну, там вторая, третья линия, четвертая линия. В самом курорте, до моря там 5-6 минут пешком, по ровному. Не надо никаких дорог, ну, все отлично. Со второй линии даже вид на море есть, ну, боковой какой-то. Вот. И у них цена тоже не может устоять. Потому что кто-то скажет, ну, ну да, хорошо, я пройду лишние там 3 минуты. Ну, ну, ладно, у меня нет вида на море, но я экономлю в 2 раза. То есть, когда у тебя цена становится 600, а вот те, которые там вторая, третья линия, у них 1000-1500, опять же, двухкратная разница в цене. Она не остается. И у них цена понижается до 800 тысяч. И опять же, уже между 600 и 800, да, уже ты начинаешь выбирать. И то же самое происходит на первой линии. Просто Болгария это не то направление, куда едут и ехали, ну, такие миллионеры, которые не смотрели на цену. У нас были клиенты, вот на первой линии у нас покупали там 2500 за квадрат, до 3000 за квадрат были продажи. И там были люди, которым цена не имела никакого значения, не играла. Которые фуру из Италии пригоняли там на 200 тысяч евро мебель. Ну, то есть, люди, для которых им Болгария нравилась, язык простой, менталитет, просто какие-то там у них ностальгические нотки, не знаю о чем. Они хотели, они могли себе позволить там любую другую страну, ну, вот им хотелось именно Болгарию. Они приезжали, но их даже на комплекс, супер комплекс, на первой линии у нас был 150 апартаментов. Вот из 150 апартаментов, вот из 150 покупателей, те, кто были такие, которым цена не имела вообще никакого значения. Ну, их было десяток, два десятка максимум. А таких комплексов на первой линии, вся первая линия застроена, апартаментов очень много, тысячи. Соответственно, тысячи мультимиллионеров, они не приезжают в Болгарию никак. То есть, основной клиент, который едет в Болгарию, все-таки деньги считает. Кто-то считает, совсем уже там копейки выгадывает, кто-то побольше. Но это не те люди, которые покупают по любой цене, которым просто вот да, я хочу первую линию и все. И больше ничего не хочу, и мне все равно сколько заплатить. Нет, это не такие люди. И когда на первой линии цена 2000, а на второй становится 1000, а пройти одна минута. 100 метров, 120 метров в разнице. Со второй линии вид на море тоже есть. Ну, боковой немножко загораживает, ну и что, все равно есть. На пляж на то же самое выходит. И там цена 100 тысяч за 100 квадратных метров, а на первой линии 200 тысяч за 100 квадратных метров. Разница двухкратная. Она не может удержаться. То есть, покупатель, который, даже тот, который денежный по болгарским меркам и который хочет первую линию, он тоже будет выбирать вторую линию. Именно из-за гигантской разницы в цене. И первая линия никуда не денется. Тоже будет снижать цену, соответственно, уже до полутора тысяч. Когда разница становится такой, чтобы имел смысл подумать. Вот и все. Вот такое домино случилось тогда. Следующий вопрос. Цена снизилась. Цена снизилась. Стала ли недвижимость более привлекательной? И не случилось ли из-за этого бума? И не выровнялся ли в итоге рынок? Цена снизилась. Поехали очень много покупателей. Огромное количество. И рынок постепенно опять приподнялся. Нет, такого не случилось. В Болгарии есть особенность. В принципе, то же самое, что было в Испании. Перезастройка. Тотальная перезастройка. То есть, предложение гигантское количество апартаментов больше, чем покупателей. Потом стало агентство больше, чем покупателей. Наряду с теми тенденциями, начало снижение доходов, например, у основных покупателей, у россиян. Закрыли выезд за границу для сотрудников органов правоохранительных, для администрации. То есть, очень многим гражданам, денежным гражданам. А в России было рекомендовано отдыхать на курортах Сочи. На курортах Северного Кавказа. И не ездить за границу. Соответственно, много. После кризиса 2008 года тоже были некоторые последующие такие остаточные явления. То есть, такого, чтобы снижение цены привлекло отчасти тех, про кого я говорил, что это люди, которые в принципе не могли позволить себе покупку. Которые, в общем-то, делали покупку, которая им явно не по карману. И которые потом не могли ее содержать, не могли ее... В общем-то, выставляли на вторичный рынок. И наоборот, это приводило к дальнейшему снижению цен, к дальнейшему падению рынка. И снижению привлекательности направления в целом. Так что, нет, это... Рыночный механизм работает, когда все-таки есть некоторое ограниченное количество предложений. Когда число предложений становится близким к неограниченному, уже ничего не работает. Сделка по земле, которая у вас в Австрии. Вы искали участок, вам сделали скидку, там миллион двести. Состоялась ли эта сделка? Нет, эта сделка не состоялась. В принципе, помимо цены, этот участок имел еще целый ряд других таких моментов. Но это не был идеальный участок. Когда платишь очень серьезные деньги, несколько миллионов, все-таки не хочется идти на какие-то компромиссы. Поэтому будем искать. Будем искать дальше. Не состоялось. Теперь, что предстоит у нас на новом канале, буквально в двух словах. Из этой серии из жизни хитражу будет два ролика. Один ролик про оформление ПМЖ, постоянного пребывания в Болгарии за инвестиции. То есть, там был случай, это из моей практики. Когда просто такой хитрый конкурент наговорил про нас клиент гадостей, обвинил нас во всех грехах. Сказал, что это мафия, куда вы идете, бегите скорее. А вот запугал клиента, клиент убежал к нему. И в итоге там получилось достаточно смешно. Клиент вернулся, но вернулся уже изрядно потрепанный. Но я вам про это в ролике можете посмотреть. Такая интересная история. Вторая история, это про интересную схему продаж. Один товарищ, мой знакомый, он участвовал в тендере на поставку оборудования для крупного предприятия. И по цене там бесполезно было податься. У всех цена была уже минимальная. И он придумал хитрый трюк. Он сделал последующую оплату с возможностью оплаты через год. И эта рассрочка беспроцентная. За счет этого он выиграл тендер. Но в итоге был достаточно больно наказан. Вот про эту историю я вам расскажу в видео. Кроме этого будет одно видео на такую медицинскую тему. На тему сейчас прозвучала в мире. Тема тромбозов. Есть такая проблема. Многие люди имеют заболевания, связанные с риском тромбозов. То есть, тромбозы для них недопустимое такое что-то. И вот чтобы профилактировать, чтобы не допускать тромбозов. Люди принимают такие кроверазжижающие средства. Это варфарин, маркумар, ксорейл. Кто-то пьет. Ряд этих препаратов требует постоянного контроля. Так называемых МНО или НРЭ. То есть, фактор показателя, индекса. Который говорит насколько высоко свертывается твоей крови. Насколько твоя кровь разжижена. То есть, в норме один. А надо иметь два или три. В зависимости от того, какое заболевание. Какие-то требования. И я расскажу, покажу вам как измерять вот этот фактор. Этот показатель в домашних условиях. Это вовсе не обязательно в поликлинике делать. Это в больнице. Это можно делать дома самостоятельно. Я про это снял видео. Вам покажу. В целом, продолжая работать, подписывайтесь на новый канал. Не забывайте, что есть основной канал, где регулярно выходит все, что выходило ранее. Интересное, увлекательное и качественное. Будьте подписаны на оба канала. Я вам скажу спасибо. А вы будете получать в два раза больше удовольствия. Пока-пока. Если видео понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, собраны, целеустремленны и успехов вам!